Почему крупная компания не может платить своим сотрудникам хотя бы прожиточный минимум? В Почте России из-за низкой зарплаты текучка настолько большая, что даже в селе, где с работой туго, найти почтальона практически невозможно. Работать за копейки никто не хочет. А между тем, в Саратовской области 913 отделений почты, из них половина убыточные, и расположены они в сельской местности. Их надо вывести хотя бы на край рентабельности, чтобы они окупали себя. Иначе даже тем сотрудникам, которые согласны работать на полставки, зарплаты не видать. Содержать полную ставку Почта России тоже не может, потому что это тоже те же самые государственные деньги, и это нецелевое расходование государственных средств. Влад Владимирович, а вы скажите, пожалуйста, вот те, кто поручает 4 тысячи, каков процент? Я имею в виду почтальонов, и все вот депутаты имеют в виду почтальонов, ни начальника почты, ни бухгалтера там, ни так-то, именно почтальонов. Скажите, пожалуйста, какой процент из общего числа только чистых почтальонов в сельской местности, которые получают 4 тысячи? Ну, такие где-то в районе 20%. Сколько? 20%. 20%. 3 600 мы получаем чего же, потому что у нас есть минимальный уровень оплаты труда, до которого Почта России всегда доплачивает. Если у нас минимальный уровень там, есть 800, то минимальный, это 3 900 будет, это 0,5 соответственно. Если есть заработные оплаты по 2 тысячи рублей, я попрошу тогда официальное письмо прислать на меня конкретные факты, конкретную фамилию, но такие фактов у нас нет. Это первое. Вы вот сами напросились, поднимите, пожалуйста, руку, у кого почтальонов, населенных пунктов, получает до 3 тысячи рублей. А на 4, 3 900? Ну, 3 900. 3 900, это есть потанция, которые получают 2200. 2200, пожалуйста. И это не единичное. Мы тоже все понимаем, что заработная плата, она у нас низкая. Я могу сказать даже, для меня это очень серьезная проблематия, потому что текучесть кадров у меня в почте, она составляет за 2016 год 38,5%. То есть работать там и достигать планов производства оказывает правильный сервис, когда у тебя из 10 человек 4 человека за год сменились, это тоже очень тяжело. И мы все заинтересованы, чтобы заработная плата у нас была выше. Продолжение следует...